Привет-привет, вам вещает вот Зей Сникерс совместно с сайтом KicksContest.ru Сегодня вновь мы заденем тему Jordans, а именно девятую модель Криса Полос, традиционно созданную специально для плей-офф. Без лишних предисловий, погнали! Немало усилий потребуется для того, чтобы обуть эту модель на ногу. Все дело в чрезмерной фиксации этих резинок, которые переходят в петли для шнурков. По сути, большой роли в плане фиксации ноги в целом они не играют. Из того можно сделать вывод, что они являются здесь лишними. В обзоре обычных девятых Крис Полов мы уже жаловались на эту технологию, так что дизайнерам Jordan Brand нужно почаще заходить на наш сайт. Практически полностью поверхность кроссовки выполнена из двухслойного текстиля, лишь местами защищенная вставками из кожезаменителя. В совокупности с небольшим набивочным материалом в области пятки и отдельной вставки под ахил, она способствует свободному воздухообмену, придает легкости и комфорта в движениях, которые приходят к тебе с первого же обувания. Но по истечении примерно часа тренировки нога начинает ездить в области носка. Происходит это потому, что снизу почти ничто ее не фиксирует, а в связи с потовым делением уменьшается сила трения и увеличивается скольжение. Рисунок протектора на аутсоли – горизонтальная елочка. Она на отлично выдерживает резкие переводы и неожиданные степбэки, которыми может похвастаться сам Крис Пол. Безупречная тракция вызывает самые теплые чувства, а не такие, как чувства корта, ослабившиеся после половины тренировки из-за скольжения стопы внутри кроссовка. Все так же, как и на обычной версии девятых CP Free. Да и в целом, если брать подошву, то в нее не внесли никаких изменений. Все та же мягенькая пена филон в мицоле, все тот же девятикамерный зум-баллон носовой части, и все так же они выполняют свою работу на твердую четверку. В связи с вышесказанным возникает вопрос – а что вообще изменилось? Вес. На АЕ версии девятых Крис Пола сверху убрали практически весь кожезаменитель, оставив лишь окантовку. Сам материал, напоминающий кожу, так же облегчен и упрощен. Сетчатая поверхность на АЕ гораздо тоньше, чем на обычных, что наталкивает на мысль о ее скорой постижном крахе. К сожалению, сам Крис Пола отыграл в них три с половиной матча, после чего был вынужден покинуть паркет до конца сезона из-за перелома руки, а его команда Лос-Анджелес Клиперс не добралась даже до второго раунда плей-офф. Но не будем о плохом, а будем о исполнении, которым из года в год радует нас Джордан Брент на моделях CP3. Вы не могли не заметить самое яркое внедрение – вот эту ленту, идущую от носка через весь кроссовок до последней петли под шнурки. Я не нашел ей реально нужного применения, кроме как вдевать мне шнурки. Но на ноге она смотрится стильно, особенно это подчеркивает рефлектив и идущий на ее протяжении. В моих руках расцветка под названием Ghost Green Metallic Silver Bright. Очень трудно передать их настоящий цвет камерой, не характерный для Клиперсвета, не правда ли? Судя по вот этому логотипу, можно прийти к выводу, что эта расцветка приурочена к мультяшкам из Bugs Bunny. У них давненько дружеские отношения. За безопасность отвечает стабилизационный валик в области носка, но при довольно спорной фиксации этого мало. От воздействия внешних ударов или упаси Майкл приземление на вашу ногу, вас также, к сожалению, ничего не сможет защитить. Так что поаккуратнее на своих сверхскоростях. Air Jordan CP3-9AE прекрасно подойдут для скоростных первых и вторых номеров. Это гармоничные кроссовки, которые хорошо справляются со своими функциями, за исключением некоторых изъянов, о которых мы умолчать не могли. А теперь я обращаюсь к тебе, мой юный зритель. Если ты купишь кроссовки Криса Пола, это еще не значит, что ты будешь... С вами были ВООД ЗЕ СНИКЕРС и КИКСКОНТЕС.РУ. В лице меня, Матрас ВЛАЙВАЙТ. Тренируйтесь, развивайтесь, носите правильные кроссы, кушайте супчик. Всем пиз.